Привет, ты на канале любитель аниме и сегодня альтернативный сюжет Наруто мастер гендюцу 4 часть Ребята, огромное спасибо за то, что вы ставите лайки, подписывайтесь на канал и комментарии оставляете под видео Но некоторые этого не понимают и даже не знали, что такое можно было сделать Сделай пожалуйста для меня братишка или сестренка подписочку, оформли лайк и напиши комментарий, как тебе понравился ли сюжет или нет Я это буду все читать и отвечать на ваши вопросики И на этом видео попало 5 лучших комментариев, если ты тоже так хочешь, то оставляй комментарий под видео Ребята, забыл сказать, дизайнер у меня есть и подпишитесь на него и заказывайте у него превьюшки либо оформление У него качественный и очень интересно смотрится, если ты тоже так хочешь, то заказывай Ну что, приступаем к нашему видеоролику Прошло несколько дней Седьмая команда встретилась у входа в здание, где должна была проводиться устная часть экзамена Все генины собрались в одном месте Сдавали экзамен не только шинобесконохии, но и с других деревень Песка, звук, туман, камни, облака Вдруг вышел учитель, который распределил все команды по кабинету Седьмую команду определили в третью аудиторию Марины и Бики А именно так звали их экзаменатора В течение нескольких минут объяснил правила экзамена и раздал бланки с вопросами Седьмая команда без труда сдала письменный экзамен После него их отправили к уходу в лес смерти Лес смерти это лес гигантских деревьев Диаметром в 5 километров Здесь убивают кучи ядовитых насекомых и огромные хищники И так далее Поэтому его и прозвали лесом смерти Здесь их экзаменатором была Метараша Анку Она начала объяснять суть этого экзамена Сейчас мы раздадим вам свитки Первой половине команд дадут свитки неба А второй земли Ваша задача в течение 5 дней добыть другой свиток И прийти к зданию Которое находится в центре леса Если кто-то из вашей команды умрет Или вы придете без двух разных свитков Вы провалите это испытание В течение 15 минут все мы командам раздали по свитку И отправили к разным ходам в лес Седьмая команда стояла в зосточной стороны Командам дали звуковой сигнал и они вошли в лес Но Рота не хотела сторчать здесь очень долго Поэтому решил не скрывать свои способности Сперва он поставил метки на Саски и Хаку А потом кинул свой кунай в сторону того здания И телепортировался сам к нему Через несколько минут он вернулся к своим Сокомандникам и сказал Я спрятал свой особый кунай недалеко от входа в здание Теперь нам нужно решить как добыть свиток неба Я предлагаю пойти ближе к этому зданию И наблюдать за командами Висковая жертва с нужным свитком Седьмая команда направилась вперед Спустя пару часов Наруто почувствовал чье-то присутствие Но почему-то только одного человека Как оказалось он быстро к нему приближался Это оказалась девушка из деревни скрытой травы Назовись! Я Канжио из скрытой травы На мою команду напали Только мне удалось сбежать Девушку не успел договорить Еле успевает вернуться от летящего у него куная Но народ уже телепортируется к нему И со своей силы ударил с ноги девушку Так, что она чуть не проломила насквозь гигантское дерево Я сказал назови свое имя! Месяц назад тебе не было скрытой траве! Мелкие детишки Вы попались на свою наглость А раз не хочешь по-хорошему Будет по-плохому! Арачимару что-то почувствовал И оказался прибитым к кресту А небо стало красным Наруто подошел к нему И начал отбивать и тупые железные трубки Его тело После того, как тело остановилось совсем уродливым Оно быстро восстановилось И все продолжалось по-новой Было слышно Лишь треск костей И дикие крики Санина После сотни воскрешений Наруто снова сказал Назовись! Или тебе мало? Арачимару Ооо, понятно Наруто снова начал издеваться над Санином Для Арачимару прошло около 5 часов пыток И на деле прошло все несколько часов Санин стоял в шоке И не мог пошевелиться Что? Тебе было от нас нужно? Хотя теперь не важно Отныне ты будешь моим слугой Наруто сложил порядком 70 печатей Проговорил Техника божественных печати Контроль разума Это секретная техника Глана Узумаки После этого Санин спросил Чем я могу быть вам полезен Юный господин? Во-первых Мне нужен свиток неба А также мне нужны все сведения Оучихи Итачи Ты знаешь что-нибудь о нем? Как раз у той команды На которой напала Арачимара Был свиток неба И Санин отдал его Наруто Да, он сейчас находится Организация Акацуки Ходится со хвостатыми Но я не знаю зачем Отныне Ты будешь следить за Акацуки И докладывайте мне Свободен Седьмая команда Телепортировалась К оконтовому зданию В итоге Они пришли первыми А после направились домой Вся неделя В проле Отборочные бои Первым соперником Наруто был Киба Бой начался Сдавайся слабак А то пожалеешь Ну Мы сейчас проверим Кто тут слабак Ухмолнулся Наруто Киба это взбесилый И тот бросился в бой Наруто решил Не показывать свои техники Поэтому На чистом тайджу Спокойно выиграл Даже не напрягаясь Следующий бой был С Кьюго Днэджи Лучше сдайся Отбрось тебе Не победить Наруто все это Проигнорил И применил Свою генницу Джо просто упала Без сознания И Наруто Объявили победителем Если ты досмотрел до конца Не забудь поставить лайк И подписаться На мой канал Я благодарен за то Что ты посмотрел Этот видеоролик до конца Спасибо тебе Скоро будет пятая часть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok